здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика хотел бы рассказать свою историю с неисправностями это самые первые у нас были блоки питания которые устанавливались схемах управления то есть отдельно ставился блок питания отдельно в блок управления вот наша ячейка это у нас терминал защиты это у нас блок питания блок управления вакуумным включателем ввтл щитовой амперметр здесь ролей рпв рпо и сейчас опробую включение сеть у нас горит готовность тоже горит включился фидер включился выключатель отключился учился учился еще раз давайте учился то есть никаких нареканий к ним не было все неисправно работали но в последнее время где-то последние два года у них появилась некоторая неисправность то есть бог находится в работе находится под напряжением питания горит красный светодиод сеть горит зеленый светодиод готовности то есть блок питания находится по напряжениям и полностью готов к работе то есть никаких нареканий нет блок питает блок управления и фидер без проблем управляется то есть нареканий как бы к управлению в целом нету тем не менее с ни с того ни сего блок периодически выдает сигнал неисправности вот у нас блок угов и 16 18 контакты замыкаясь выдает у нас через blinker предупредительной сигнализации сигнал предупредительную сигнализацию если обратиться к руководству вот эти этот контакт это контроль выходного напряжения контроль напряжения осуществляется с помощью компаратора напряжения и реле к в 1 1 то есть этот компаратор напряжения он предназначен для контроля нижнего и верхнего уровня выходного напряжения блока питания верхний порог у него установлен 265 вольт плюс минус 15 нижний порог 205 вольт плюс минус 10 и например если напряжение превышает или понижает норму до заданные уставки то реле к в 1 обестачивается то есть замыкает свои контакты 16 и 18 но у нас ситуация какая напряжение выходное у нас соответствует норме то есть это 230 вольт постоянного напряжения тем не менее у нас реле к в 1 периодически обестачивается что выдает нам ложный сигнал в схему предупредительной сигнализации за полтора два года у нас случилось три подобные ситуации три подобные неисправности причем еще заметил что данная неисправность она как-то периодически и самоустраняется то есть выдался сигнал блок висит блинкер поднять нет возможности потом через какое-то время допустим через там четыре пять часов раз и как бы все это нормализуется то есть блинкер bps поднимается который я вам показывал по схемке и так вот она периодически то выдает сигнал то нормально опять работает то опять выдаст сигнал пару-тройку дней допустим сигнал висит потом раз спокойно снимается то есть вот такая вот неисправность выявилась у нас с данными блоками питания за все время эксплуатации данных блоков пытались мы уже вскрывать эти блоки так как они уже как бы не на гарантии по истечению длительного срока эксплуатации видите бог данный блок седьмого года вот пломба гарантийно уже сорвано на схеме ничего такого явного не не было замечено да и как бы на них схем то особо нету имеется одна функциональная схема и не более того то есть что смотреть куда смотреть неизвестно если вы эксплуатируете аналогичные блоки питания и если у вас имелись подобные неисправности напишите об этом пожалуйста в комментариях а также кто уже столкнулся данной ситуации и сумел найти выход пути решения то также поделитесь пожалуйста об этом в комментариях буду очень вам благодарен в общем вот такое вот небольшое видео про неисправность блока питания bptl 220 02 а всем спасибо за внимание с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч